Начинай рассказывать, дедушка. Так, сразу и начинай. Ну, ладно. Наша деревенька в поле затерялась, В нашей деревеньке только три двора. Как-то ранним утром кучкой собиралась Игры затевая наши детвора. Ой, ты поля, поля, сира и убога. Слева косогоры, справа камыши. Только было солнце и задору много, Как маршировали в поле малыши. Большая кругом лежала земля, Большая ходила по дорогам война. Вот тут-то на войне и стояла серая с белой трубой хата, Где жили мать, ее сын Гришка и дед Семен. Наткнулся раз Гришка в придорожной канаве На разбитый ящик с патронами. Навалил в сумку много патронных пачек И принес домой. Вот, мама, блестящие, новенькие. Я сейчас побегу, принесу еще кучу. Умный ты, Гришка, или полоумный, Тащи сейчас же этот страх И утопи в пруду или в речке. Быстро, или я деда позорву. Гришка послушался. А как тут будешь спорить? И утопил. Свалил он их в кустах, за огородом, А себе оставил один патрон. На другой вечер Пронесся по улице топот, стук и гром. Прибежал в хату дед Семен. Беда, беда, мать, казаки. А подать сюда хорошей еды Из самого холодного молока к рынку. Испугался Гришка. Вынул патрон из кармана И незаметно кинул его в окошко. Да вот беда. Упал патрон Прямо другому казаку под ноги. Гляньте, ваше благородие, Патроны. Не иначе, как здесь оружейный склад. Эй, обыскать все сараи и погреба. Слышь, пошли. А кто тут есть в доме хозяин, Посадить под замок в амбар. И посадили старого деда Семена в амбар. Вышла во двор Гришкина мать, Заплакала. Чтоб ты пропал со своими патронами. Беги, расскажи про беду дяде Егору. Пробрался дядя Егор к амбару И слышат, как дед Семен Часового ругает. А Часовой прислонил винтовку к стене И сам давай деда ругать. Тогда дядя Егор Открыл затвор И все пять патронов из казачьей винтовки Вынул. Только отпрыгнул дядя Егор за угол, Как наткнулся на другого казака. Ты что здесь прыгаешь? А запереть эту прыгуна К старику в соседей. А Гришка что? Потекли по его щекам сначала две слезы, Потом еще четыре. Подполз Гришка к амбару. Дядя Егор, дед Семен, Вы разгребайте руками под бревнами, А я отсюда лопатой копать буду. Но казак, что дверь караулил, Уш как волк, расставил И шум услышал. Стой! Кто идет? Стреляю! Хлопнул часовой раз, Хлопнул курком два, А выстрел-то и нету. Гришка и убежал. Настала ночь. Мать сидела у окна, И Горька плакала. И тут в окне, Гришка. Мам, дай спички. Зачем? Дай! Схватил Гришка с подоконника коробок И скрылся. И вовремя вошел из сеней казак. Ты с кем от баба сейчас разговаривала? Ах, да так, сама с собой. Удивился казак и позвал старшова. Удивился старшой. Чудные дела, казаки. Люди сами с собой разговаривают. По задворкам прыгают. Заряженные винтовки не стреляют. Красные! Бежите! Бежите! Ох, бежите! Ох, бежите! Никого, мама. Пойдем открывать амбар. Это я за огородом патроны зажег спичкой. Вот тут-то они у меня и загрохотали. И все. Дальше ничего. А наутро Гришка лет шести от роду Выстроил девчонок, выстроил ребят. Говорил мальчишкам, будете вы в заводам, А девчонкам первой помощи отряд. В барабан не били, в трубы не гудели, Вместо музыкантов Васька дул в дуду. Из окошек деды старые глядели, Как по деревеньке красные идут. Наутро Гришка лет снова руководитель. Редактор субтитров А.Семкин Ну и хорошая упаковка! Продолжение следует...